Окупированный Россией Крым больше небезопасен для захватчиков. За последнюю неделю силы обороны Украины уничтожили на полуострове три российских дивизиона ПВО. На этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также по двум зенитным ракетным дивизионам С-400 возле Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей. В частности, по результатам поражения уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется. Кроме того, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России. Генеральный штаб ВСУ в Телеграм. Уничтожены украинскими военными российские комплексы стоимостью в 2 миллиарда долларов – значимая потеря для российской армии. В целом, за последний год украинские атаки с использованием беспилотников и ракет значительно участились. Цели ВСУ – командные центры противника, военные базы, аэродромы, российский Черноморский флот. Новая волна ударов свидетельствует о том, что Украина хочет постепенно изолировать российские войска в Крыму. Именно эта стратегия привела к успеху в Херсоне на юге Украины два года назад. Из публикации издания Die Welt. Чтобы сохранить то, что осталось, Россия перебрасывает на оккупированный полуостров новые зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Появились в аннексированном Крыму новейшие элементы С-500. Это будет достаточно опытное применение, но они уже появились там. Кирилл Буданов. Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. В эфире «Марафон» и «Дыни Новыны». Российская Федерация продолжает использовать для переброски ресурсов и личного состава Керченский мост. Правда, после успешных украинских атак для тяжелых железнодорожных перевозок он непригоден. Поэтому обстрел в конце мая 2024 года Украиной паромных терминалов по обе стороны Керченского пролива стал очередным ударом для России. Повреждены два железнодорожных парома «Авангард» и «Контртрейдер» – одни из немногих оставшихся путей снабжения российской армии. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину УВС удалось уничтожить или вывести из строя треть кораблей Черноморского флота России. После российской блокады Украина смогла восстановить свои экспортные маршруты через Черноморские порты Одесса, Черноморск и Южный, а также через Дунай. Фактически Украина делает все более сложным для российских войск удержание Крыма. Из публикации издания Die Welt. Путин вложил огромные деньги в военную инфраструктуру оккупированного Крыма. И теперь вся она под угрозой. Ведь на вооружении у сил обороны Украины есть ракеты атакам с дальностью 300 километров, а также крылатые ракеты «Штормшэйдоу» и «Скальп». Это новая глава в этой книге под названием «Российско-украинская война». И эта глава очень интересная, потому что в ней будет много интересного и хорошего написано. Но не про россиян. Воздушная составляющая является тем единственным окном, через которое они продолжают упорно стучаться к нам в Одесскую область. И не только. Я имею в виду ракетные атаки, шахедные атаки. Потому что на суше успеха они не имели. В море точно так же. Аналитики Института изучения войны считают, что целенаправленная кампания Украины, направленная на деградацию российской противовоздушной обороны, в будущем позволит украинской армии более эффективно использовать самолеты, в частности истребители F-16. Юлия Грановская для телеканала Freedom.